Сегодня в 5 часов с Василием мы будем обсуждать ТМК, ТМК, трубнометаллургическую компанию. Вчера говорили мы с ним про АвтоВАЗ. Все записи на нашем сайте БрокерКФ и на нашем канале в YouTube. .com.broker.kf выложены, можете ознакомиться. И в 18.15 мы будем подводить предварительные итоги и встречать вместе с вами закрытие торгов в России. Делать ставки на день завтрашний. А сейчас предлагаю всем переместиться к терминалу Bloomberg. Давайте посмотрим быстро, как развивается ситуация сейчас на торгах. У нас в 11 часов открылись торги в Европе. И сейчас мы видим, что европейские фондовые индикаторы, в общем-то, стоят в нуле. Кто-то подрастает, кто-то немножко перепадает. И сводная картина по европейскому рынку выглядит следующим образом. У нас в лидерах роста акций технологического сектора. В России у нас не представлено. Нефтегазовый сектор в Европе стоит в нуле. И чуть хуже себя чувствует финансовый сектор. И чуть хуже себя чувствует, я так предполагаю, металлурги. Все-таки неприятные цифры мы вчера получали от американских металлургов. Сегодня и по японским металлургам тоже цифры были не очень приятны. Зато вот наша Северсталь, российская компания, очень даже порадовала своими операционными результатами. Я думаю, с Василием мы сегодня вечером обязательно это обсудим. Плюс мы с Василием отдельный видеобрифинг по Северсталь уже приготовили. И также на YouTube вы можете посмотреть обзор по сектору, в том числе и по Северстале. Итак, фондовая Азия сегодня закрылась разнонаправленно. Небольшой рост по Австралии 0,3%, Гонконг 0%, не Киев минус ушел. Основная история в Азии была направлена на Китай. Вчера премьер-министр страны господин Бен встречался с представителем малого и среднего бизнеса и озвучил возможность смягчения для малого и среднего бизнеса, смягчения доступа к кредитованию. И в целом рынки азиатские и китайские в том числе, они росли на ожиданиях того, что Китай начнет свою политику по смягчению монетарной политики. И мы видим, что лучше всех сегодня чувствовали себя биржи в Шанхае, в Женшине и в других площадках китайских. Поэтому Китай сегодня был в лидерах роста. И, в общем-то, благодаря ему сегодня на азиатской сессии наблюдалась некая положительная динамика. Фьючерсы на американский индекс на текущий момент прибавляют 0,7%. Здесь динамика явно устремилась в пользу роста. Мы видим, что перед стартом торгов в Москве у нас фьючерсы на S&P торговались в легком плюсе. Но вот после открытия торгов в Европе у нас динамика возобновилась. И сейчас мы торгуемся на максимум дневных по фьючерсу на индекс S&P 500. Это значит то, что на текущий момент рыночные игроки оценивают открытие торгов в Америке на положительной ноте. Ожидают, что в фондовой рынке сегодня в Америке откроется рост там. Хотя вчера мы видели довольно сильное снижение по индексу S&P 500. И закрывали мы вчерашний день на минимумах дня. Это такой все-таки не очень хороший и приятный фактор. Но тому есть объяснение. Об этом чуть позже с вами поговорим. На рынке нефти ситуация в общем спокойная. WTI на полпроцента подрастает. Бренд тоже в плюсе на треть процента. Вчера ночью, точнее не вчера ночью, а сегодня ночью у нас выходила статистика по запасам нефти и нефтепродуктов в США. Согласно Американскому институту нефти IPI, в пол первого статистика обычно выходит со вторника на среду. Что мы получили? Мы получили по запасам бензина рост на 3 миллиона баррелей почти, что против снижения на 3 миллиона баррелей за предыдущий период. По запасам бензина здесь практически не изменили запасы после снижения по итогам предыдущего периода. Сегодня в 18.30 уже будет опубликована официальная статистика от Минэнерго США. Минэнерго США в 18.30 и по запасам нефти прогноз стоит рост на 1,5 миллиона баррелей против сильнейшего снижения на 5 миллиона баррелей за предыдущий период. И по запасам бензина ожидается снижение на 1,7 миллиона баррелей против снижения за предыдущий период. Таким образом, статистика по запасам нефти скорее на стороне быков, все-таки запасы снижаются. В первую очередь, запасы бензина. Это тоже очень важно. Вот сегодня вечером посмотрим, как отразит эта статистика на динамику цен на нефть. Но напомню, что сегодня важнейшим событием на рынках, естественно, станет саммит ЕС. Давайте о нем сейчас подробнее поговорим. Обозначим некоторые цифры и время, прежде всего. На что сегодня надо обратить внимание, прежде всего, на какое время. В 14 часов по московскому времени в Германии Ангела Меркель будет выступать перед парламентом в Берлине как раз по поводу саммита ЕС, который сегодня намечен, старт которого, точнее, намечен сегодня на 8 часов по московскому времени. Таким образом, делаем вывод о том, что все новости по итогам этого саммита будем отыгрывать с вами завтра. Завтра, в четверг. В четверг. И, ну да, вот весь вечер будет проходить саммит. И результат мы уже получим, наверное, ближе к полуночи хоть какие-то. И основное движение будет отыгрываться именно на американской сессии уже. Поэтому прогноз, конечно, таков, что, ну, наверное, к вечеру все-таки стараться выходить из всех позиций, потому что, ну, на данный момент непонятно, о чем договорятся европейские лидеры на саммите в Брюсселе. Вчера вечером проходила новость о том, что саммит министра финансов, который тоже был намечен на сегодня, он отменен. Разные мнения бытуют по поводу того, почему был отменен. Некоторые говорят, что якобы о всем поговорили, все решили уже, нечего обсуждать. Другие говорят, напротив, что слишком много разногласий, и поэтому саммит надо переносить европейских министров финансов и обсуждать это в более поздние сроки. Поэтому неопределенностей на рынке крайне много. Ну, по крайней мере, в воскресенье на саммите ЕС 23 октября нам обещали принять сегодня большой план спасения Европы. Большой план спасения Европы. Посмотрим, чем все это дело закончится. Кроме саммита сегодня следует обратить внимание на статистику. Прежде всего, это 16.30 по московскому времени. Это заказы на товары длительного пользования в США, данные за сентябрь. Но все-таки надо расценивать как некую опережающую статистику. Пока рынок ждет снижения на 1%, довольно-таки существенное снижение. Но мы с Василием вчера обсуждали тему. Не думаем, что такой сильный провал будет по заказам на товары длительного пользования. Тем не менее, статистика может оказать в моменте определенную поддержку рынка. В том случае, если цифра окажется лучше, чем рынок сейчас закладывает. В 18.00 продажи на первичном рынке жилья американском. Здесь рынок закладывается на небольшой рост. Но мы думаем, что не так сильно эти данные окажут влияние на рынке. Потому что 6 часов вечера, в осень начнется уже саммит, непосредственно. Поэтому там нервозность игроков будет, я думаю, что серьезная. Поэтому уже такого сильного влияния статистика оказывать не будет. Кроме всего этого, я напоминаю, что в Америке на этой неделе проходит размещение на довольно значительные суммы американских трежерис. Вчера размещали большие объемы. Вчера у нас было 25 октября. В совокупности на 65 миллиардов долларов проходило размещение у Минфина. И ликвидность с фондовых рынков, естественно, уходила с фондовых рынков. И ушла она как раз на покупки американского долга. И результаты аукциона по двухлетним показывали нам, что очень высокий спрос был со стороны инвесторов на американские трежерис. И, безусловно, это подстегнуло фондовые рынки к тому вчера, что они, в общем-то, серьезно просели. На 2% я напомню. Сегодня, опять-таки, состоится очередной аукцион. Здесь будут продаваться пятилетние ноты на 35 миллиардов долларов. Сегодня в 9 часов вечера по Москве. Это тоже фактор риска для американского фондового рынка. Фондового рынка, потому что, судя по тому, как вчера был спрос на американские трежерис, сегодня, видимо, этот спрос был продолжаться, потому что нервозность на мировых и финансовых рынках принуждает инвесторов к уходу в безрисковые активы, коими американские трежерисы и являются. Поэтому ситуация на долговом рынке американском, она является первоочередной и самой главной для всех вообще рынков в принципе в мире. Поэтому эта неделя будет ознаменована большим объемом размещений. И завтра, и послезавтра мы видим. Поэтому факторы риска для американского фондового рынка есть в том числе, ну и, соответственно, для нас тоже. Как это неприскорбно звучало бы. Помимо этого, в Америке продолжается сезон корпоративной отчетности. Вчера читывались металлурги, сегодня в основном внимание привлекут военно-промышленный комплекс в Америке. Но не будем мы там заострять наше внимание. Давайте посмотрим на рынки российские, как сейчас складывается ситуация. И попробуем сделать прогноз по поводу движения индекса МВБ в сегодняшний день. Мы видим, что у нас в лидерах роста сегодня акции основных материалов. Но это как раз-таки металлурги. Металлурги среди них, конечно, Северсталь отбивается. Сегодня неплохую динамику показала. Коммунальные услуги представлены у нас энергетиками. То есть сегодня в лидерах роста в России у нас металлурги с энергетиками. Нефтегазовый сектор тоже не отстает. Чуть хуже себя чувствует финансовый сектор и телекоммуникации. По бумагам давайте пробежимся. Здесь мы видим следующую цифру. Следующие цифры мы обычно сортируем по весу в индексе МВБ нашей компании. Максимальный вес у лукоила. Лукоил сейчас стоит в нуле. Газпром со Сбером в плюсе менее чем на полпроцента. Нурникель тоже стоит в нуле. Это самый главный тяжеловес в индексе МВБ. То есть сильные движения в этих бумагах определяют во многом динамику индекса МВБ. Из падающих идей у нас МТС в легком минусе. А так мы видим в среднем бумаги очень неплохо подрастают. И здесь конечно выделяется Северсталь. Северсталь. Мировой рынок стали сейчас под таким очень серьезным напряжением находится. Американские компании, как я сказал, читали вчера плохо. Японская не понстил сегодня, плохо читалась. А вот Северсталь наоборот порадовала. Выпуск стали, если не ошибаюсь, на 4% вырос. Вот, ну я думаю, в новостных лентах вы почитаете. И обязательно посмотрите наш подготовленный нами с Василием брифинг про Северсталь, про весь секр в целом. Мы недавно это все готовили и говорили об этом. Плюс сегодня НЛНК неплохо себя чувствует. И в общем-то растущий день, такой относительно уверенный. Транснефть удивляет уже второй день, плюс 5% вчера, плюс 5,5% сегодня. Ну там новость о том, что договорились с Китаем о поставках нефти. Безусловно, какой-то позитивный фактор есть, но очень сильная восходящая динамика. Я бы не сказал, что это не супер новость такая для транснефти. Ну посмотрим. Возможно какой-то инсайт, но здесь сложно чем-то говорить. Поэтому здесь без особых каких-то идей. Сегодня очень важная новость, как я считаю, прошла по норильскому никелю. Дело в том, что скорее всего вес норильского никеля в индексе MSCI Russia будет понижен. Сейчас я предлагаю посмотреть на структуру и состав индекса MSCI Russia. Я напомню, что на этот индекс опираются иностранные фонды, которые инвестируют в акции российских эмитентов. Многие из этих фондов ведут свою политику составления этого фонда и ведения его в зависимости от структуры индекса MSCI Russia. И тут у нас некоторые моменты надо отметить. Дело в том, что этот индекс, вес компонентов в этом индексе будет пересматриваться у нас 15 ноября. Естественно, ближе к 15 ноября ведущие инвестдома и броксовские компании начнут делать оценку по тому, какие компании будут из индекса выходить, а какие будут в индекс включаться-то. У нас, мы знаем, что полиметалл у нас переезжает в Лондон. Естественно, его доля в индексе MSCI Russia будет снижаться, будет точно снижена. Сегодня прошла новость о том, что по норникелю тоже будет доля снижена. У норникеля очень весомая доля в индексе MSCI Russia – 5,3%. Но в связи с тем, что компания проводит байбэк довольно существенно, и фрифлот будет у нас довольно существенно снижен, поэтому и вес норникеля в индексе MSCI Russia будет понижен. Явным кандидатом на включение в индекс MSCI Russia является как раз-таки Холдинг МРСК. Холдинг МРСК сегодня представил отчетность. На самом деле, очень даже неплохой отчетность. Правда, мы ее ждали еще на прошлой неделе, но получили только сегодня. Отчетность хорошая, но бумага до этого себя очень уверенно чувствовала. Но я считаю, что основным драйвером роста может быть как раз-таки идея на включение в этот индекс, о котором мы сейчас с вами говорим, явный кандидат. Поэтому идея в Холдинге МРСК продолжает существовать, несмотря на тот рост, который она показывает в последней неделе. Но тем не менее, напомню, что Холдинг МРСК – это одна из самых перепроданных бумаг на российском рынке электроэнергетики, минус 50% с начала года бумага просела. Поэтому идеи определенные есть, но все же, если посмотреть на техническую картину рынка, то увидим следующую ситуацию. У нас по индексу МВБ на ваших экранах «Часовой график» очень сильный уровень сопротивления в районе 1480 пунктов по нашему индексу. Вчера мы наблюдали к вечеру довольно сильный провал, но мы нашли свою поддержку в районе среднесрочного восходящего тренда, который у нас по минимуму года берет свое начало. Благополучно отскочили. И сегодня вновь на позитиве, на утреннем, в общем-то, протестировали 1480 отметку и от нее оттолкнулись вниз. Я думаю, что по итогам до того, пока мы не узнаем каких-то итогов саммита, каких-то решений, скорее всего, индекс МВБ будет зажат в рамках сверху 1480, снизу 1455, где-то так вот движение, ожидая в рамках этого тренда, конечно, у нас возможно на волне позитива пробой 1480, но у меня это вполне может оказаться лишь тею. Уровень 1480 для индекса МВБ – это 38% от его глобального снижения с максимумов этого года по минимуму этого года. Уровень достаточно сильный технический, поэтому так просто его не пройдем. Но если пройдем, то дорога открывается на уровень 1550 по индексу МВБ. Очень неплохой уровень для среднесрочного роста, но при этом риски, конечно, остаются. И риски, прежде всего, я связываю с движением на американских рынках. Если посмотрим на график S&P 500, то увидим следующую картину на ваших экранах. Сейчас дневной график по этому индексу. И мы видим, что позавчера индекс S&P 500 добрался также до очень важного технического сопределения, которое обозначено 62% от максимума года к минимуму года от этого движения нисходящего. Это очень сильный технический уровень. И благополучно вчера от него мы вниз довольно сильно резко отскочили. И это серьезный риск для нашего рынка в том числе. Поэтому я не думаю, что мы будем получать серьезную поддержку от американских наших коллег, плюс огромное размещение американских трежерис на этой неделе. Все-таки могут сыграть свою негативную роль. Более того, завтра по Америке будут выходить данные по ВП за третий квартал предварительный. Там рынок закладывается на очень высокие цифры. От 2,5-3% игроки закладывают рост Америки в третьем квартале. Очень такие интересные цифры. Это все вкупе с саммитом, который сегодня будет проходить в Европе. Некую такую смешанную дает нам картину торгов. Поэтому рынки сейчас вне определенности. И я думаю, что они до конца дня в этой неопределенности и пробудут. То есть я не делаю ставок сейчас ни на рост, ни на падение. Все-таки придерживаюсь своей идеи, которую я высказал вечером в понедельник. О том, что надо на хаях закрываться было где-то здесь. И в общем-то вне позиции быть до итогов саммита, который мы получим сегодня ночью. Вот такая вот картинка торгов. Хотел я с вами еще поговорить про отчет тройки по Греции. Но я думаю, в следующем брифинге или, наверное, завтра с вами это обсудим. Напомню, что выходила большая тройка у нас вернулась из Греции на днях. Представил отчет. И этот отчет, честно говоря, крайне-крайне, я бы сказал, даже ужасающий. На сайте ZeroHash, если у кого будет время, пожалуйста, почитайте, знакомьтесь. Здесь в подробностях все описано. Представлен сам отчет. Он здесь под грифом «Совершенно секретно». Выложен вот такой вот он секретный. Но ситуация очень неприятная. И давайте, наверное, один график вам покажу, так чтобы интригу создать. Дело в том, что сейчас идут разговоры о том, что, по всей видимости, частным инвесторам придется списать до 50-60% долгов. Но даже списания пройдут, если частные инвесторы потеряют до 60% от своих вложений в греческие бумаги. Это французские банки, немецкие банки. Там очень много, большие суммы завязаны. То, несмотря даже на эти списания, соотношение долга к ВВП в Греции будет очень серьезным. Порядка 140% долг к ВВП будет. И не раньше 2021 года Греция сможет выйти вновь на рынок заимствования, привлекать какие-то средства для обслуживания долга. И в любом случае, даже если у нас пройдут списания по Греции, ей потребуется финансовая помощь от больших игроков. В общем, всем рекомендую ознакомиться с статьей. Ситуация с Грецией действительно очень-очень, я бы сказал, катастрофичная. И вопрос с Грецией надо решать, как можно ли хватит тянуть уже вот эту эпопею. Но все равно деньги вливать в нее надо будет. И очень большие деньги. Откуда европейцы возьмут эти деньги? Вот это большой вопрос, на котором я надеюсь услышать ответ как раз на саммите, который сегодня у нас и пройдет. Ну, давайте на этом будем заканчивать. Всем большое спасибо за внимание. Встретимся с вами в 5 часов. Будем обсуждать ТНК, трубно-металлургическую компанию. И итоги дня будем с Василием подводить сегодня в 18.15 по московскому времени. Всем большое спасибо. Всем до свидания. В чате остаюсь на 5-10 минут. Вопросы задавайте, есть ли у вас такие имеются. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.